Это российская операция под чужим флагом. Якобы украинцы использовали дрон с дальностью полета более 800 километров. Теоретически, он может долететь до Кремля с Восточной Украины, но это как-то тяжело осуществимо. Кроме того, если вы посмотрите на взрыв, который не засняли на видео, то это больше похоже на фейерверк, чем на серьезный взрыв боеприпаса. Итак, есть два существенных момента. 9 мая не за горами. И поэтому это отличная возможность для россиян отменить парад 9 мая из соображений безопасности. Или хороший способ подготовиться, возможно, к очередной мобилизации. О боже, они пытались убить нашего бедного царя Владимира Путина. Мы должны реагировать еще более агрессивно. Как вы знаете, русские веками проводили информационные операции, и в этом они весьма поднаторели. И это именно то, чего я от них ожидаю. Сложно сказать. Кремлю очень мало доверия. С другой стороны, украинцы использовали довольно жесткую риторику против русских, а русские используют визуализацию, видимо, удара и взрыва беспилотника. Они не собираются убеждать Запад, но это может помочь Кремлю на глобальном юге. Мы, конечно, не знаем, кто за этим стоит. Есть веские причины скептически относиться к данному нападению. Мне непонятно, как вы отправляете беспилотник на Кремль и рассчитываете убить Владимира Путина. Где он сидит в Кремле? Как дрон доберется до него? Тем не менее, я мог бы, конечно, поверить, что украинцы может и хотели бы доказать, что они могут достать до Кремля. Но если это так, то откуда у них такой беспилотник? И можно представить, что русские хотят пропагандистской победы, так что они вполне могли бы сами это спланировать. Очень удобно, когда кто-то готов сбить дрон в любое время. Так что, честно говоря, мы ничего не знаем. Есть много правдоподобных объяснений произошедшему, и это напоминает мне дебаты о том, кто подорвал газопровод «Северный поток». Много возможных действующих лиц, но нет окончательных доказательств, по крайней мере, среди того, что успели обнародовать. Если бы это была атака украинских властей, она выявила бы уязвимые места и поставила бы правительство Путина в неловкое положение. И это продемонстрировало бы далеко идущие возможности, которыми обладает Украина, то есть ее способность угрожать России. Если война продолжится, то картина будет неоднозначной, так как российская территория не будет убежищем, как сейчас. Таким образом, украинцы могли бы использовать это, чтобы подчеркнуть уязвимости российской обороны. Но они также понимают, что это операция Кремля по размежеванию украинского правительства от его союзников. Мы также наблюдаем нервные комментарии некоторых западных официальных лиц о том, что они не имеют к этому никакого отношения. Знаете, этот инцидент напоминает мне тот случай в Советском Союзе, когда пилот-любитель Матиас Рус на маленьком самолете приземлился перед Кремлем, тем самым показав, что в российской ПВО есть слабые места. В общем, трудно сказать, кто это сделал, и непонятно, что будет дальше.